Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Финоугорском культурном центре Российской Федерации. Сегодня, в преддверии Дня России, мы открываем необычайно добрую и трогательную выставку «Дети России». Вы видите лучшие фотоработы известного выставочного проекта Гильдии межэтнической журналистики. Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Эту замечательную выставку нам предоставила Гильдия межэтнической журналистики, с которой мы сотрудничаем уже много лет. На базе нашего центра действует коми-региональное отделение Гильдии. Его двери всегда открыты для журналистов и фотомастеров. «Дети России в День России» Такой подарок подготовили мы к этому знаменательному празднику. Лучезарные улыбки детей изо всех регионов России символизируют счастливое будущее страны, ее уникальную многонациональность и единство. Поздравляю вас с праздником любви к своей Родине, уважения своего Отечества. С Днем России! На ежегодный конкурс «Дети России» фотографии поступают со всех уголков нашей страны. Авторы работ – фотографы, журналисты, члены общественных организаций, участники этнокультурных фестивалей и самобытных праздников, а также обычные люди, которые чтят и помнят традиции своих предков. В галерее представлены портреты детей в традиционных костюмах народов России. Благодаря детским эмоциям фотоснимки передают всю красоту окружающего мира, привлекательность национального колорита, силу традиций. Крайний север отличает суровый климат, но даже в таких условиях люди одеваются ярко и красиво. Женщины часто используют в своем гардеробе распашную одежду. Она удобна при пеших прогулках. Одежда мужчин и детей глухая, защищает от холода и ветра, носится с большим напуском и подпоясывается. Название этой фотографии говорит само за себя. Работа в любую погоду, нет никаких препятствий, когда ты в хорошей малице. Одежда народа Мари отличается особой красочностью орнамента. А самое любимое украшение южных удмуртов – серебреные маниста. Монеты нашивались на холщовую ткань, образуя сплошной серебряный каскад. Нагрудное украшение играло роль талисмана-оберега, защищало от дурного глаза. Посмотрите на портрет юного бурята. Зовут его Бата. В переводе с бурятского языка означает «сильный, крепкий». Бата – активный, смышленый мальчик, участник различных национальных конкурсов, этнофестивалей, знаток семейных традиций. Живут в России разные народы с давних пор. Одним тайга по нраву, другим степной простор. У каждого народа язык свой и наряд. Один черкеску носит, другой надел халат. Один рыбак с рождения, другой оленевод. Один кумыс готовит, другой готовит мед. Одним милее осень, другим милее весна. А Родина Россия у нас у всех одна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова